Я тоже ребенок войны. У меня на Орловщине не уцелела ни одной деревни. От города Орла из опорной застройки уцелел один дом, на который водрузили флаг за родину за Сталина. В этом месте каждый день дети несут вахту, вахту памяти и почет. Вот. Самое поразительное заключалось в том, что из моих окрест ушло на фронт около сотни мужчин, вернулось в лучшем случае двое, и те израненные. Поэтому я рос в бабьем царстве среди детей. Но самое поразительное, что советская власть не оставила тогда без внимания ни одного ребенка. Досталось ей в 45-м 19 миллионов детей с одним родителем, как правило, мамой или без родителей. Еще в 43-м году было принято специальное решение. Созданы ремесленные, суворовские, нахимовские, ФЗО, где каждого ребенка взяли под государственную опеку. Уодели, обули, дали бесплатно учебники, посадили зашкольные парты, готовили прекрасных мастеров, специалистов. Потом дали возможность бесплатно выучиться и получить первое рабочее место. Этот уникальный опыт был оценен во всем мире, и наша практика воспитания детей, дошкольного воспитания и классного русского советского образования была признана одной из лучших. К сожалению, сегодня в стране уже немало беспризорников. В очень плохом состоянии находятся дети войны, кто в войну вынужден был заменить родителей, работать на полях и на заводах. Впервые в истории человечества после наступления фашистов мы вынуждены были эвакуировать за Волгу почти полторы тысячи заводов и 10 миллионов человек. И взрослые, кто ушел на фронт, были поддержаны детьми. Они стали у станков, у рабочих пультов и выполнили свою уникальную историческую миссию. Сегодня эти дети войны, их 12 миллионов, получают среднюю пенсию 10-12 тысяч. Это нищие, жалкое существование. Мы пять раз вносили в этот состав Думы закон о детях войны. К сожалению, несчастью он не был принят. Последний раз голосовали, набрали 205 голосов. Мне казалось, что в год 70-летия победы нам удастся провести этот закон. Это нравственный долг, обязанность всех нас перед теми, кто тогда помогал победить и спасал нас. Но, к сожалению, эта задача была не решена. Я надеюсь, что мы исправимся. И хотел, чтобы вот эту выставку, которая представляет и детей войны, и сынов полка, и все, по которым прошлась война, всеми своими жуткими, черными, грязными колесами, почувствовали, какая ответственность лежит на нас перед новыми детьми и будущим поколением. Социальная сущность государства всегда определяется отношением детям, женщинам и старикам. Если есть гуманистическое, духовное, нравственное отношение к этой категории, тогда все остальные чувствуют себя хорошо. Вы обратите внимание, там литература подобрана. Сейчас очень много мемуаров пишут те, кто испытал это, кто знает, что это такое. Недавно я смотрел передачу Михалкову, который зачитывал письма детей войны. Вы знаете, без слез невозможно это слушать. Важно, чтобы наши сердца не черстели. И мы почувствовали, поняли, что возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань, наше сострадание и поддержка детей Донбасса, мы туда отправили 55 конвоев, 7 тысяч тонн лекарств, продовольствия, одежды, материалов, чтобы восстановление детских здравниц и забота о детях сопутствовали каждому из нас, чтобы не повторялись те трагедии, которые мы только что видели, ощутили и вместе пережили. Забота о детях – это первейшая задача любого общества. Главный смысл семьи – это продолжить род и лучшие традиции, школы, воспитать гражданина и патриота. Задача культуры – сделать нравственно-этические отношения новых поколений гораздо гуманнее, чем предыдущих. Когда сегодня снова нацисты и бандеровцы подняли и забрало, когда они маршируют в Прибалтске, захватили власть в Киеве, а под руководством спецназовцев американских снова начинают брицать оружие во всей Восточной Европе, мы должны помнить вот тот урок, урок, который нам преподали взрослые и дети. Но хочу напомнить, что командиру взвода в войну было 19 лет, роты 20 лет, а батальона 21-22 года. То есть фактически войну во многом выиграли дети и молодежь. Она должна питать и внести с собой все самое благородное и честное. Тогда можно уверенно смотреть в будущее.